Итак, как у вас организована работа на дому в вашей компании? У нас она, в принципе, уже до этого была доступна. У нас были разные программы разработаны, через которые мы работаем. То есть именно наш CRM. И пользуемся тоже Skype и разными другими project management программами. Для нас, я даже скажу, что это точно не проблема. Первую неделю это было довольно даже весело, потому что мы созванивались с коллегами. По Skype у нас было сразу много. Там четыре и более человек. Все все-таки радостные, что не нужно идти на работу. Но теперь получается, что теперь уже всем скучно, но все равно работаем из дома. То есть именно чисто технические мы можем работать. Ну, то есть получается, что у вас это не было, скажем, таким шоком, какой-то, не знаю, там встряской. То есть у вас все технические возможности работы вашей компании удаленно, они существовали. И, может быть, там кто-то пользовался по мере необходимости, если такая необходимость возникала. Ну, вот не было такого, что переход на удаленную, на удаленку, он вызывает какой-то такой шок в коллективе? Нет, нет, нет. Вот единственное, я почему-то сейчас себя слышу все время, но вообще не было никакого шока, нет. У нас, мы, в принципе, очень давно даже перешли. Это было еще до того, когда всем сказали, что нужно ехать домой. Мы, наверное, день дожили, два до этого собрались со коллективом, решили, что мы будем работать из дома. Мы работаем из дома, насчет эффективности и показателей лично вот у нас, они даже улучшились. Почему? Как это объясняется? Больше работаем. Видите как, на работе все равно есть коллеги, с кем поговорить, попить кофе, погулять, поглотать дома. Я так предполагаю, что каждый сидит за своим компьютером и работает. И, конечно, потом гуляет, что-то делает. Но все равно как-то больше фокус на работе получается. Меньше отвлекаешься на разные вещи. Но это именно в моем, по крайней мере, в случае. Но с другой стороны, ведь получается так, что дома, если вся семья сидит дома, это и супруг, и супруга работают вместе в одном помещении. Иногда, ну, бывает, хоть, может, в соседних комнатах есть дети, есть домашние животные. Вот это все не отвлекает, не создает какого-то такого фона, ну, скажем, отвлекающего от рабочей атмосферы. Ну, я думаю, что, может быть, у кого-то так есть. Лично у меня нет, но, возможно, у кого-то есть. Судя именно по нашему коллективу, именно по показателям и эффективности, мы видим, что работа удаленная, она возможна, она идет. И в этом плане проблем точно у нас в данном случае нет. Но у нас просто такая отрасль, потому что вообще финтек-компании, как таковые, им легче работать отдаленно из дома, потому что финтек-индустрия, индустрия финансовых технологий, она появилась на рынке не так-то давно, и она уже изначально подразумевает под себя то, что работать из дома, ну, то, что работать онлайн, и онлайн можно работать вообще в принципе в любом месте. И также и последние наши мировые тренды, где люди хотят путешествовать, хотят со своим компьютером быть на даче, быть возле моря, быть на природе, быть в пути где-то и работать. То есть это же все время поддерживалось, так что на данный момент, да, мы не можем путешествовать, но мы можем с этим компьютером работать, откуда мы можем. Как все это было организовано? Может быть, тоже поделитесь опытом, насколько потребовалось время, чтобы все это организовать? Не было ли каких-то проблем, зацепок? Проблемы, может быть, вопросы безопасности, которые возникают всегда, когда приходится работать удаленно? Да нет, на самом деле, мы, в принципе, мы написали просто процедуру, процедуру именно техническую безопасность и безопасность данных, которые нужно каждому сотруднику соблюдать из дома. И все прочитали, подписались насчет этого, все-все понимают. Это ничего нового, это все то же, что и в работе было. И просто каждый взял свой компьютер и поехал домой. У нас не было ничего, действительно, никакой проблемы. Потому что, в принципе, мы, вот я как говорю, что нам в этом плане повезло. Мы работаем в индустрии, которая финансовая технология. И от слова технологии, то есть мы делаем свою работу онлайн. Просто мы сидим в офисе. Но мы свою работу онлайн можем делать из любого другого места. У нас есть прекрасный разработанный ЦРМ, где все происходит онлайн и разные другие программы, которыми мы пользуемся уже давно. И я даже не могу сказать, что мы чего-то нового ввели. То есть для нас это было очень легко. А какие эмоции испытывали работники, вот скажем, когда они поняли, что придется теперь работать дома? Ну, по-разному. У кого-то действительно такой шок, что как же теперь буду работать, если у меня дома муж или жена и дети, они мне будут мешать, и я не смогу работать. Но в итоге смогли. У кого-то, наоборот, позитивные эмоции, что ура, наконец-то я могу работать из дома. И, в принципе, я думаю, что желание у многих, оно всегда такое есть и было. иметь возможность работать из дома. Потому что, в принципе, опять-таки же, один из последних трендов – это иметь возможность хотя бы сколько-то дней работать из дома. То есть такой офис на дому иметь. И я скажу, что мы предлагаем такую возможность работникам, кто может что-то делать дома. И, в принципе, это такой как один, как бонус, что сейчас компании предлагают для работников. Можно ли сказать, что будущее, в принципе, вот то ближайшее будущее, которое нас ждёт, оно всё-таки будет связано как раз с работой удалённо. И, может быть, вот этот кризис, связанный с коронавирусом, просто подстегнул и его приблизило это будущее. Ещё раз, я вот плохо слышал о чём. Ну, у меня вопрос. Можно ли предположить, что именно таким и будет будущее компаний, успешных компаний, именно вот такая работа удалённо. И вот эти большие какие-то помпезные офисы, которые очень часто должны свидетельствовать о солидности компании, о её финансовых возможностях, вот эти офисы становятся просто не нужны и гораздо проще организовать работу именно людей, когда они просто находятся дома? Ну, сейчас на данный момент есть такой момент, где владельцы недвижимости, владельцы офисной недвижимости, они довольно сейчас такие... Так, у нас возникли всё-таки проблемы со связью. Я слышу, что надо будет сейчас нам перенабирать. Наверное, сделаем так, потому что плохая связь. Сейчас мы попробуем снова связаться с Артуром Костином. Я напомню, что это соучредитель платформы сравнения финансов «Алтеро ЛВМ». И вот уже две недели, как происходит работа в этой компании удалённо на дому. И вот мы сегодня изучаем этот опыт. И Артур любезно согласился поделиться своим опытом и опытом компании для организации подобного через удалённый доступ. Вот пока мы связываемся, пока набираем и пробуем связаться. Я ещё раз напомню, что если у наших слушателей есть вопросы и они интересуются, вы можете смело звонить. 67212-93.9, 67213-93.9. Судя по всему, действительно, будущее ожидает нас именно такое. Алло. Да, алло, здравствуйте. Ещё раз. Слышно меня хорошо? Да, сейчас слышно. Да, ну мы начали разговор о том, что, в принципе, офисы, большие такие, огромные офисы уходят в прошлое и, может быть, компании, которые сдают недвижимость в аренду именно как офисные помещения, сейчас даже испытывают некоторые проблемы и сложности. Вот на этом у нас связь прервалась. Да, да, да. Именно вот об этом я хотел поговорить, потому что они на данный момент они переживают. Из офиса сегодня никто ещё пока что не уезжает и не выезжает. потому что все думают, что вот мы въедем обратно. И то понятие, что кто-то, возможно, поймёт, что лучше организовать работу из дома, это оно придёт потом. И, во-первых, точно не всем и не большинству, но скорее выйдут именно те компании, которые, к сожалению, именно пострадают от коронавируса, то есть от эффекта его на бизнес. тем компаниям придётся уехать не потому, что они привыкли работать дома и им хорошо дома, а просто из-за финансовой ситуации, то, что офисные расходы будут влиять очень тоже на их бизнес и на их баланс. Тем, конечно же, придётся уехать. Это, во-первых. Во-вторых, офисные расходы именно бизнес, если бизнес он стабильный, он зарабатывающий, он большой, то именно офисные расходы, вот именно как таковые, как помещения, они не являются даже, наверное, расходами топ-5 или топ-8, может быть, даже не топ-10. То есть это не главная позиция, где ты можешь сэкономить и это не является каким-то фактором, где твой бизнес будет работать или не будет работать. Нет такого, что ты не можешь прокормить свой именно офис или помещение. Но при этом всём, конечно же, какие-то маленькие компании, где 4, 5, 6, 7 работников, и они до этого снимали помещение, они понимают, что они всё равно, может быть, не каждый день на работе или не полный день на работе. Но те, конечно, могут принять такое решение, что им лучше работать всё-таки из дома. Но я не вижу, если честно, что это оставит очень большой эффект на офисный рынок в Риге или в Балтии. В свою очередь, чего нельзя сказать про первые этажи. То есть первые этажи, вот наш центр, рестораны, магазины, очень большая часть закрыта, и там не происходит больше потока денег, как у арендаторов, так и у арендодателей. Скоро он не будет происходить или уже не происходит. И понятно, что на тот период, пока у нас карантин, пока мы все сидим дома, конечно же, там ситуация довольно тяжёлая. То есть больше всего страдают офисы, ой, не офисы, а именно первые этажи на сегодняшний момент. В долгосрочной перспективе понятно то, что когда всё наладится, то найдутся новые арендаторы, новые рестораны. Но я думаю, что рестораны бизнес и бизнес именно владельцев первых этажей помещений, он более затронут. Ну и, очевидно, ещё придётся какое-то время просто восстанавливать бизнес, и это не произойдёт сразу по щёлчку, как только снимут ограничения, связанные с чрезвычайной ситуацией. То есть вряд ли можно ожидать, что на следующий же день после отмены ограничений сразу заработает полностью на полную катушку и магазины, и рестораны, и кафе? Да, в зависимости от того, насколько это был сильный ресторан. Если это был маленький ресторан, и он был довольно не сильным, с маленьким оборотом, тогда, конечно, бизнесу тяжело выдержать такую просадку, скорее всего, он закроется и не сможет выйти обратно сразу в том лице, в котором мы увидели изначально. Или это уже могут быть другие операторы помещений. Но те бизнесы, которые являются сетевыми, у кого более стабильные финансовые показатели, те, скорее всего, смогут, они просто на данный момент законсервировали помещения. То есть, они не выезжали, они не пропадали, и это буквально пару дней, чтобы отконсервировать свои помещения и начать работу. То есть, это опять-таки же вопрос, насколько бизнес стабилен и насколько бизнес именно по финансам может выдержать какую-то экономическую ситуацию. Ну, а вообще, если так философски рассуждать, нужен ли офис компаниям будущего? Если, в принципе, технологии позволяют совершенно спокойно вести дела удаленно и, ну, условно говоря, там, если работник увольняется, теперь просто вместо того, чтобы там сдавать, не знаю, пропуск, убирать рабочее место, человеку просто меняют пароль там, для входа в систему и, собственно, больше ничего не нужно. Ну, я вам тогда могу задать тоже вопрос, нужно ли общение между людьми физическое? Это, по-моему, идет один в один, что, конечно, ты чисто теоретически можешь управлять системами онлайн, и тебе это не должно никак мешать, но есть потребность у людей общаться физически, видеть, видеть того, с кем ты говоришь, чувствовать, того человека, с кем ты говоришь, радоваться вместе. Понятно, что можно делать все онлайн, но не только поэтому в офисах сидят, потому что кто-то не может. Это же, ну, общение тоже между коллегами происходит, и также с клиентами. И, опять-таки, это же с клиентами в сегодняшний момент не все документы есть возможность подписать онлайн, потому что, да, у нас есть подпись, у нас есть некоторые другие решения, которыми можно подписать документ. Можно подписать документ Smart ID, если он квалифицированный, то есть это более 200 тысяч человек в Латвии на сегодняшний момент могут сделать, могут подписать документ электронной подписи через Smart ID. Ну, на этом и все, но в основном, я скажу, что все равно люди документы подписывают в Латвии, к сожалению, простой подписью физической. в Эстонии подписывают электронную подписью, в Литве это тоже более развито, чем в Латвии, но в Латвии вот примерно 200 тысяч могут, имеют возможность подписать онлайн, но остальные приходят на место, так что физический контакт все равно нужен на сегодняшний момент. Понятно, что если мы все перейдем на вот эти онлайн подписи, тогда, может быть, нет, но пока что это не происходит. Ну вот как я видел в одном из старых фильмов, там как раз глава какой-то японской корпорации перед тем, как подписать договор, он должен был обязательно встретиться с человеком и он объяснял, я должен посмотреть ему в глаза и понять, обманет он меня или нет. То есть это то, что невозможно сделать по видеозвонку, то есть ему нужен был именно зрительный контакт, физический контакт с человеком. То есть наверное это не знаю останется, как вы думаете? Я думаю, да. Ну что же, мы сейчас, а, у нас есть возможность без перерыва на небольшую паузу продолжить разговор, ну и вот как вы оцениваете сейчас двухнедельную работу сотрудников на дому, уже можно наверное подвести какие-то двухнедельные итоги того, что как организована работа, как все ли продолжается так, как раньше было в самом офисе? Я говорю, да, у нас на самом деле результаты улучшились и эффективность улучшилась, и мы такие более сфокусированы к работе. Я думаю, что здесь наверное все-таки причина не дома, а причина просто ситуации, которая на данный момент есть в стране. То есть мы сегодня откинули какие-то свои хобби, которые мы делали на улице или в помещении с другими людьми, откинули какие-то другие занятия, развлечения, бары, клубы, тусовки, сборище людей, кино, театры. Этого всего на сегодняшний момент его нет. И поэтому фокус внимания он просто больше сложился на работу. Тем более, когда ты понимаешь то, что вокруг тебя люди теряют работу. И поэтому ты более фокусируешься на свою. Это даже, скорее всего, не из-за квартиры или не из-за дома, а из-за фокуса внимания на данную ситуацию. А в свою очередь что говорят клиенты, как они чувствуют разницу в обслуживании раньше и теперь? Я думаю, что разницы нет. Мы как хорошо обслуживать клиентов, так и продолжаем. Я думаю, что действительно разницы нет. Возможно, мы, может быть, где-то стали лучше, потому что я знаю, что мы сейчас делаем в очередной раз улучшение по общению и разговорам с клиентами и по улучшению качества. И мы находимся именно в процессе этого улучшения. Именно по отзывам и результатам у нас всегда хорошие отзывы, их можно посмотреть всегда в интернете, но то, что их стало больше и еще лучше, пока что я не заметил. Вот я, наверное, смогу сказать через две недели об этом. А как вы организуете работу, свою работу? Мы в моем личном иметь ввиду? Ну и личный, может быть, самого офиса, вот как она организована, то есть есть ли такое, что, например, по звонку там в 8 утра все должны быть на рабочих местах, я не знаю, там у компьютеров должна ли быть какая-то, обычно всегда бывают моменты корпоративной на какой-то этике, там, не знаю, костюм, рубашка или там человек может сидеть, условно говоря, в шортах, если его никто не видит, или в салате. Дома? Да. Нет, костюм, костюм и рубашка не обязательно. И, в принципе, мы начинаем работу с 9, работаем до 8 вечера. Если есть желание, то люди работают и дольше, или есть какие-то дела. понятно, что те, кто работают именно на горячей линии с клиентами, мы должны людям поднимать трубку и общаться с ними. Мы тоже пол-центр в кредитовании, то есть у людей сегодня на сегодняшний момент есть увеличенная потребность узнать что-то о кредитовании, о рефинансировании, о отсрочке платежей. и мы являемся сейчас независимым финансовым консультантом народа. То есть мы помогаем и рассказываем как им правильно нужно справиться своими финансами и как им лучше их распределять. Поэтому на наши телефоны сейчас довольно больше, чем они были. И поэтому конечно же у нас в 9 часов мы открываемся и у нас все дни сразу заняты. и мы работаем с клиентами и мы позже не можем открываться. Но это как ты пришел в магазин и магазин закрыт. Так же и у нас. Ты позвонил и мы поднимаем трубку и расковариваем и помогаем и предлагаем обеспечения. И расковариваем с клиентами конечно. Но вы говорите о том, что выросло количество звонков и вот чувствуется ли в интересе людей, которые спрашивают о возможностях перекредитования и вот объединения кредитов от срочки платежей. Чувствуется ли ну я не знаю тревога какие-то такие тревожные настроения. То есть насколько вот люди настроение людей можно отследить по этим звонкам? Ну вот я знаете я недавно слышал один разговор что тоже там женщина хотела купить себе авто и она решила не покупать авто. Другие разговоры были где они хотели начать и начинать. То есть да люди у людей тревога в плане того, что они не хотят начинать ничего нового на сегодняшний момент, что требуют большие зарплаты потому что большие затраты потому что они не знают что будет завтра. И второй стороне ситуации люди которые взволнованы и которые не знают что им делать потому что опять-таки как они будут платить по кредиту которые уже на сегодняшний момент не взяли им нужно его платить и тогда в очередной раз мы им конечно же помогаем и предлагаем варианты рефинансирования чтобы они платили меньше. Возволнованность у них есть понятно что не у всех есть разные очень люди но у некоторых точно есть и люди вопросы что делать и вот в принципе если человек дозванивается например и ну у него нет ни плана ни какого-то может быть конкретного вопроса но он взволнован тем что он не знает у него сократились доходы и он хотел бы просто узнать и получить совет вот рассказывая свою ситуацию я имею ввиду вот не то что он знает точно что он хочет вот у меня есть такой кредит под столько процентов этот кредит под столько что будет если я объединю и вот нет конкретики а просто человек дозванивается говорит вы знаете у меня сейчас сокращаются доходы что мне делать вот в этом случае может ли ну помочь ваш сервис да этим на самом деле мы сейчас и занимаемся я думаю что в большинстве случаев мы отвечаем на вопрос что делать и когда нету никакой конкретики тогда мы начинаем задавать наводящие уже вопросы наводящие вопросы а что случилось и какая у вас ситуация мы понимаем что у человека у него поменялись доходы возможно он потерял работу мы спрашиваем где у вас кредиты какие у вас кредиты какой остаток этих кредитов в каких они банках или не банковских организациях мы понимаем сколько спрашиваем сколько вы могли бы платить на сегодняшний момент могли бы вы платить вообще хотели бы может быть сделать отсрочку платежей хотели бы сделать этот срок дольше и платить ежемесячный платеж меньше мы сразу вникаем в ситуацию у каждого человека то есть каждый человек он по-любому тем или иным образом он у каждого ситуация она индивидуальна мы ее разбираем и мы как именно эксперты кредитов и финансов людей концептируем и говорим что помогаем и советуем что им делать и то что на сегодняшний день возможно сделать это отсрочить платеж на какие-то месяца или же просто сделать срок подольше и сделать меньше ежемесячный платеж или же уменьшить процентную ставку то есть мы ведем переговоры с банками тоже чтобы они этому человеку помогли в данной ситуации и даем разные предложения не только в одном банке но и вообще во всех в основном которые есть более 20 партнеров у нас банковских и немецких организаций если у вас уже какая-то ну не знаю статистика по поводу того действительно ли люди ну чувствуют себя увереннее спокойнее после того как они получают такого рода консультацию и ну приходят как бы начинают ощущать может быть какую-то почву под ногами потому что многие действительно ну испытывают полную растерянность от того что ситуация в стране и вообще в мире меняется буквально каждый день ну видите это такой вопрос довольно субъективного мнения то есть ввести статистику по тому как человек себя чувствует после разговора со мной ну тяжело понять как он себя чувствует на самом деле и еще поставить этому какую-то маркировку уровень А самочувствие но в принципе это скажу что это просто ясность то есть на сегодняшний момент если тебе у тебя вопрос что делать то после после того как обратились к нам то у тебя есть ясность и ты знаешь что тебе делать и тебе обязательно помогут вот если это если после этого можно себя чувствовать хорошо тогда это все есть есть ли еще такая вот статистика ведь я понимаю что вы отвечаете на и консультируете и на латышском и на русском языке чаще всего вы получаете звонки на каком языке ну вообще видите у нас в Риге в основном плюс-минус 50 на 50 но очень часто русскоязычные люди они во-первых а они ищут информацию на латышском языке в интернете все равно потому что все-таки рекламы информация вообще информации больше если мы говорим о Латвии то информация немножко больше на латышском языке и также и нам даже если это русскоязычный человек то он очень часто начинает разговор с латышского языка поэтому у нас ну наверное где-то 80-20 все-таки разговоров ведется на латышском ну и понятно что мы разговариваем и на русских и на латышских языках но как-то так сложилось то что наверное каждый пятый всего лишь с нами говорит на русском ну то есть в любом случае если человек человеку комфортнее общаться на русском языке может быть он больше понимает терминологию какие-то термины для него он может совершенно спокойно звонить к вам на русском языке и с ним будут беседовать на русском безусловно конечно ну и вот может быть возвращаясь к теме все-таки удаленной работы о чем мы говорили я понимаю ведь насколько сложно мы сами бывают работая удаленно сталкиваемся с тем что очень сложно организоваться то есть с одной стороны в рабочий день особенно если ты особенно если ты если ты начальник этого офиса ну да вот в обычный день у тебя звонит будильник есть какой-то ну распорядок вот какие-то ритуалы ты уже понимаешь что во сколько ты что делаешь когда ты позавтракал когда должен выйти из дома а когда ты понимаешь что вроде бы сократилось время на дорогу можно чуть-чуть подольше поспать это значит что можно позже лечь то есть вот вот эта вот организация что помогает все-таки придерживаться каких-то вот этих организационных рамок скорее всего вопросы по бизнесу и нужда бизнеса потому что понятно что можно спать долго но если если ты договорился с кем-то об онлайн встрече об онлайн каком-то семинале семинале или разработке чего-то ну тогда ты с ним договорился ты встречаешься в случае жизнь поменялась только в том плане что я научился готовить но но именно в бизнесе нет потому что все равно в 9 часов у тебя одна встреча в 10 другая в 11 третья и так происходит в принципе целый день просто эти встречи они происходят онлайн но не физически и даже можно провести больше встреч это может быть не так весело как это происходит когда когда ты видишь человека но можно провести даже немножко больше встреч все можно успеть сделать это 100% и вот именно для меня этим как бы мотивацией вставать является какой-то именно нужда бизнеса я понимаю то что мы сегодня нужны людям как как консультанты как эксперты это значит что мы не должны мы не можем останавливаться в улучшении своих технологий потому что мы инвестируем уже более трех лет в наши технологии которые соединяют банки в одном как бы именно в одном месте у нас то есть на платформе и этот это развитие этой платформы оно происходит каждый день и каждый час мы ее все время программируем перепрограммируем и поэтому нужда бизнеса и нужда людей это и есть мотивация но с другой стороны вот встречи которые происходят чаще всего наверное в каких-то кафе ресторанах где можно совершенно спокойно за встречей там выпить чашечку кофе или там какой-то бизнес ланч вот насколько удаленная встречи вот на удаленном расстоянии создают вот может быть ну я не знаю не то чтобы препятствия неудобства но приходится ли самому себе варить кофе для таких встреч и к сожалению да да понятно приходится к сожалению себе варить кофе да это очень сложно но я справляюсь насколько вот эта данная ситуация может повлиять на командную работу в будущем и нужно ли возвращаться в офис если вот войдете во вкус скажем работы на удалении в нашем случае мы обязательно вернемся в офис потому что у нас в офисе тоже вкусно не только дома мы точно вернемся я думаю что уже многие скучают по своим коллегам и по офису и по этой атмосфере мы обязательно вернемся на самом деле я думаю если мы говорим именно конкретно опять-таки же о офисах и о рынке офисов я думаю что офисы это будет именно та недвижимость которая пострадает меньше всего потому что жилая недвижимость она страдает именно от покупательской способности населения которая на сегодняшний момент может ухудшиться арендная недвижимость она тоже страдает потому что сейчас люди которые приезжают сюда они больше не снимают эти квартиры на короткий срок в предложение вышло очень много квартир хорошего качества за очень дешево потому что большая конкуренция то есть эти квартиры в аренде они довольно дешевые и соответственно владельцы данных квартир они в этом случае теряют то есть эффект на жилую недвижимость он есть как и на покупку так же и на аренду на первые этажи мы уже говорили что там эффект на сегодняшний момент он очень большой ну то есть на любое на любое как сказать продовольственное какое-то то что находится на первых этажах рестораны или какие-то кафетерии это очень большой эффект имеет ну насчет офисов я думаю что насчет больших каких-то помещений навряд ли но тебе тяжело все равно будет 200 человек заменеджить из дома и чтобы чтобы все работали чтобы все коммуницировали и между собой в правильном направлении а какие-то маленькие да для вот компании до 10 людей они могут спокойно даже принять решение что они не хотят больше находиться в офисе тем более если они до этого использовали его не каждый день ну и кстати вот как осуществляется контроль вот если Артур вы как начальник каким образом контролируете своих подчиненных если их не видно ну или скажем так не всегда видно чем они занимаются что они делают ну опять таки же ничего в нашем случае не поменялось у нас ведется вся учетность онлайн мы понимаем звонки продажи обороты количество разговоров эффективность разговоров длительность разговоров ну и разные другие показатели ну то есть любые показатели показатели под любым углом и пересчитаны из разных выявленных в кейс-центре они у нас работали как и до этого онлайн то есть каждый день каждый час мы видим статистику о том то что мы делаем и для этого не нужно сидеть рядом или над человеком и в принципе это не нужно вообще делать поэтому для нас опять таки ничего не поменялось сегодня кстати вот с утра мы разговаривали с одним из тоже работников финансового сектора и там был забавный вопрос от слушателей спрашивал слушатель они тоже работают но удаленно как же организовывать корпоративы то есть вот как такая сплачивающая коллектив обычно все-таки но мероприятия и вот в вашем случае если ну понятно что сейчас доходят слухи что режим чрезвычайной ситуации может быть продлен и даже чуть ли не еще до трех месяцев вот предположим дни рождения праздники не знаю там пасха корпоративные какие-то посиделки они могут осуществляться тоже опять-таки бесконтактно я думаю что теперь скайпу придется закрывать логотип бутылок потому что ну как ну все можно сделать если если очень хочется и уже уже не раз я видел в интернете разные приколы то что люди собираются там по 10 по 15 человек в зуме и у них своя тусовка свой корпоратив ну то есть как делать корпоративы сложно но в онлайне можно в принципе даже если компания хочет как сказать людям вот приготовить вкусную еду как-то как-то их осчастливить то можно всем доставить домой еду и каждый да одно и то же у каждого свое одно и то же меню можно праздновать онлайн ну ну что такая ситуация это просто это временно к чему можно я думаю очень даже спокойно приспособиться еще один вопрос как повышать квалификацию например своих сотрудников есть ли возможность например там каких-то коучей онлайн организовывать семинары для сотрудников обучения повышения квалификации вот в таких условиях да мы на сегодняшний момент именно этим и занимаемся это очень интересно потому что мы очень часто у нас общение с клиентами и понятно что люди разные и мы хотим понимать наших клиентов как можно лучше и находить общий язык чтобы им помочь вот поэтому я скажу что мы учимся как как и наш менеджмент так и так и наши люди которые работают у нас в колл-центре консультанты мы мы учимся без остановки и вот сейчас чем мы занимаемся действительно мы решили потратить это время с пользой и начать обучение вот именно коучами то есть у нас есть у нас есть коуч студия галата там есть два коуча у нас разработана программа то что каждый работник ну есть и по группам есть и индивидуально мы работаем вот каждый там каждые три дня есть встреча с коучем где мы проходим разные задания именно кстати в том числе для того чтобы вот как вы спрашивали насчет дисциплины чтобы не терять дисциплину то есть тренер это всегда дисциплина это как как свисток и по свистку встаешь так вот и в этом случае и в бизнесе тоже у тебя есть какие-то планы какие-то цели но очень часто что-то тебя с этих целей отвлекает ты отвлекаешь на что-то другое и поэтому есть коучи которые и вообще любого вида тренера которые тебе появляются твои наставники и он помогает тебе фокусироваться и приоритизировать свою работу и вот этим мы сейчас занимаемся довольно таки активно немножко пересматриваем пересматриваем свой бизнес я так скажу насколько ваши прогнозы все-таки вот работы онлайн удаленно насколько это продлится и ну может быть еще подводя уже итоги нашей программы какие бы советы вы дали компаниям которые сейчас может быть ну только пытаются организовать свою работу удаленно с чего лучше начинать и как это сделать ну насчет прогнозов понятно что тяжело сейчас прогнозировать все и у нас даже люди кто напрямую связаны с медициной боятся что-то сейчас прогнозировать я просто думаю что какое-то время несколько месяцев все равно у нас получится нам посидеть дома и раз и два я думаю что обязательно поменяется мышление людей то есть мир не будет прежним мы будем думать и теперь что очень много можно сделать онлайн и отрасль е-коммерции и вообще каких-то технологий то что можно сделать онлайн это очень очень будет теперь еще больше развиваться потому что до этого ты окей вот наша компания мы уже мы все-таки мы недавно созданы четыре года назад мы еще мы не застали то время когда люди считают на калькуляторе или на счетах у нас больше эксель приветствуется какие-то программы но я думаю что действительно как можно больше и больше компаний сейчас после после эпидемии они начнут пользоваться разными программами которые помогают руководствоваться на счет времени видеть что делают коллеги и давать какие-то задания и а с чего начать я думаю что у самого простого во-первых принести компьютер домой и попытаться освободиться от любого вида бумаги то есть есть какие-то бумаги если вы ведете какие-то почтеты или составляются какие-то договора то обязательно нужно постараться это сделать сохранить и подписать компьютер если это нужно если использовать разные программы все равно это Microsoft или какие-то другие фирмы которые предлагают эти программы на облаке держать свои документы не пожалеть этих 10 евро купить и дать доступ своим коллегам чтобы они видели ваши общие папки то есть я думаю что с этого начинать ну а если совсем работа велась бумажная визит тогда может быть консультант который работает в этих которые предоставляют услуги которые представляют эти компании программные то есть поговорить с ними как можно помочь они всегда очень доброжелательные они нововведения они всегда помогут ну что же спасибо большое я напомню нашим слушателям что в нашей студии виртуально присутствовал соучредитель платформы сравнения финансов altero lv артур костин спасибо вам большое артур за время которое уделили нам и до новых встреч спасибо вам до свидания